Те, кто не служил в армии, в настоящую казарму могли войти только вместе с героями фильмов или в качестве родственников солдата. А побывать на живой экскурсии, послушать комментарии людей в форме, задать вопрос и получить на него ответ приходилось немногим. Слово «казарма» часто используется при описании строгого и серьезного явления. Говорят, распорядок, как в казарме. И действительно, здесь нет ничего лишнего. Каждая вещь строго на своем месте. Кровать заправлена аккуратно и точно по времени. Точно за 45 секунд солдат должен успеть и надеть форму. Теперь уже от модельера Юдашкина. Старшие коллеги продемонстрировали призывникам все отличия нового образца формы солдата от старой. Ну, а человек в форме, конечно, ассоциируется с оружием. К этому столу парни, что не было удивительным, проявили особый интерес. Ведь здесь перед их глазами предстала боевая мощь ракетной дивизии. Не упустили возможности взять оружие в руки. С предупреждением не снимать предохранителя. И ни с чем не сравнимый щелчок передернутого затвора вызвал холодок по спине. С ПБС приспособление для бесшумной перебывки. Используется в основном для диверсий. Когда надо кого-то, скажем так, обезвредить бесшумно. Пока гранатомет подствольный. Это вот как в фильмах все показывает, что вот это он реально вылетит. Проверяли, летит далеко. Про это я вообще молчу. Березы в север-звитах. Ну вот есть нарганы, но совсем ненадежные. Время. Стащу его ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. Слушай, откуда все это? Эхо войны. Эхо войны в музее боевой славы. Оружие времен Второй мировой войны и современные образцы. История ракетной дивизии, которая уже исполнилась полвека. Ребята с интересом слушали рассказ о боевом пути 42-й дивизии ракетных войск стратегического назначения. Приятным завершением поездки стало вручение наборов призывника от администрации Верхнесалдинского городского округа. Команду вольно будущие солдаты почувствовали лишь в столовой, где отведали настоящей солдатской каши. Конечно, в день призывника понравилось все. И на вопрос, хотели бы вы здесь служить, парни пошутили, что скорее нет, чем да. Потому что родители, зная, что сын служит недалеко от дома, будут слишком часто ездить. Но в армию сказали, что точно пойдут. Потому что служба в вооруженных силах – это долг каждого, уважающего себя и настоящего мужчины.